Спасибо. Пусть наша священная земля вместе с землей России объединится и всегда будет вместе. И чтобы мы всегда были победителями. Героическую землю города-героя нам привезли ветераны, и от этого она стала еще дороже. С первых дней войны Минск был захвачен фашистами. Они установили здесь жесткий оккупационный режим и уничтожили огромное количество мирных жителей. К моменту освобождения от 250 тысяч населения осталось всего 37. Партизаны, подпольщики, фронтовики Минска приехали на встречу с участниками самарской делегации. Это самые трогательные моменты поездки. Генрия Теглахенгаус ушла на фронт через неделю после начала войны. Была санитаркой и медсестрой. В 1942-м получила тяжелое ранение. Никакие силы не могли оставить ее дома в день нашего приезда. Вы знаете, это очень красиво и очень приятно. И приятно то, что именно к нам в Беларусь из России приезжает, потому что оторвать это все друг от друга невозможно. Это очень приятно. Просто здорово. Белорусский государственный музей истории – один из крупнейших на планете. Его начали собирать еще в 1942-м во время оккупации. Сегодня на территории в 3000 квадратных метров выставлено более 8000 экспонатов. Члены клуба «Они сражались за родину» не могли оторваться от военной техники. Они и сами выглядели, как музейные экспонаты. Бог вам, здоровья, счастья. Спасибо. Я вижу, вы видели прекрасно, как солдат. Думаю, что здесь никогда вообще не случится то, что произошло на Украине. Почему-то люди совершенно по-другому относятся. Они близки к нам по духу. Мы ждали, конечно, ждали, что будут проявлять какой-то интерес к нашей колонии. Но такого внимания не ожидали. Из Минска колонна исторической техники направилась в город-герой Брест – конечную точку нашего маршрута. Там к делегации должны присоединиться самарские школьники – победители военно-спортивной игры «Зарница». Затем в обратный путь. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.